За круглым столом специалисты Кубани Нерго, представители городской администрации, сочинские депутаты и городская общественность. Тема бесхозные сети. Вопрос актуальный и требующий решения уже давно, ведь проблема влечет за собой и жалобы на низкое напряжение и перебои с электричеством. Из общего числа таких бесхозных сетей в городе 5%, еще чуть больше 30 так называемые абонентские или потребительские, находящиеся на балансе организаций или частных лиц. Те и другие не принадлежат Кубани Нерго, но звонки от сочинца в случае их повреждения раздаются именно в колл-центре сочинских электросетей. Между тем персонал Кубани Нерго не имеет права проводить ремонтные работы на этих сетях. Таков закон. Решать проблему нужно совместно с органами власти, отметили в ходе круглого стола. И таких решений может быть несколько. Мы будем выдвигаться по теме передачи собственность Кубани Нерго через эмиссию акций. То есть это надо объекты передать сначала в Росимущество, а потом в Росимущество данное имущество через эмиссию акций передает в Кубани Нерго. Конечно, здесь есть преимущество то, что это профессиональная мощная компания с большим ресурсом, с кадрами, со всем. Поэтому надо смотреть здесь сейчас экономику. Но здесь кроме законодательных механизмов других быть и не может. Это включение в реестр муниципальной собственности с последующей передачей, возможной передачей Кубани Нерго, либо в любую другую эксплуатирующую организацию, которая будет согласно всем техническим регламентам эксплуатировать эти сети. В ходе круглого стола принято решение создать под руководством администрации города Сочи рабочую группу с участием представителей прокуратуры, Ростехнадзора и Кубани Нерго. Они проведут инвентаризацию бесхозных сетей, оценят их качество, стоимость работ, определят источники финансирования для ремонта. Когда данное имущество станет муниципальной собственностью, можно будет передавать его в собственность, в пользование, либо на техническое обслуживание энергетическим компаниям. Что касается недобросовестных владельцев сетей, они должны будут обеспечить их качественную эксплуатацию и ремонт, или передать объекты в муниципальную собственность.